МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пандемия подтолкнула общественность к перезагрузке сознания. Демократы и республиканцы усиленно пытаются восстановить равновесие. Демократы, конечно, упирают на меры предосторожности, а республиканцы в основном за то, чтобы ослаблять ограничения. Вот и президент США Джозеф Байден, не отклоняясь от линии демократической партии, назовет таких, как Десантис, неандертальцами. И меньше всего нам сейчас нужно такое неандертальское мышление. Все хорошо, снимайте маски, забудьте о них. Кажется, подбирая в голове сравнение и остановившись на неандертальцах, а не, скажем, варварах, Байден просто ткнул пальцем в небо. Однако, сам того не зная, кажется, попал в точку. Ведь именно неандертальцам. Многие из выздоровевших должны сказать спасибо. Какая связь между ковидом и древним вымершим представителем рода людей знает директор Института эволюционной антропологии общества Макса Планка Сванте-Паабу. За расшифровку генома неандертальцев и доказательства нашего с ними далекого нородства он получает Нобелевскую премию 22-го года в области медицины и физиологии. Гены неандертальцев, считает Пааба, помогли хомо-сапиенс лучше противостоять болезням. Мы и другие ученые сейчас интенсивно изучаем неандертальскую версию защиты по сравнению с защитной современной версией, чтобы попытаться понять, в чем будет функциональная разница. И если мы это поймем, то, возможно, сможем также лучше лечить ковид. Еще во времена пика ковида в тех же США исследования показывают, афроамериканцы болеют чаще и тяжелее. Многие, как адвокат Мелании Трамп Майкл Уайлдс, объясняют это условиями жизни и социальным неравенством. Разница тесно связана с экономическим положением. Медицинская помощь более высокого качества доступна семьям, которые могут обратиться к врачу и разбираются в науке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok